Круг Круг Окружность не имеет площади Рассмотрим окружность с центром в точке О Точка О – центр окружности Отметим на окружности точки А, В и С Соединим точки О и В Получим отрезок О, В Является радиусом данной окружности Для обозначения его можно применять строчную латинскую букву R Определение Радиус окружности – это отрезок, соединяющий центр окружности с любой ее точкой В переводе с латыни радиус – это спица колеса Соединим точки А и С Получим отрезок А, С Который является хордой данной окружности Определение Хорда – это отрезок, соединяющий любые две точки на окружности Соединим точки В и С Отрезок ВС, проходящий через центр окружности, является диаметром данной окружности Обозначим его латинской буквой D Определение Диаметр – это хорда, проходящая через центр окружности С греческого диаметр – это поперечник Заметим, что диаметр – это наибольший исход окружности Выполним практическую работу Измерим длину окружности Вы знаете, что длину отрезка можно измерить с помощью линейки А как измерить длину окружности? Есть ли сама окружность – кривая линия? Есть несколько способов измерения окружности И вот один из них Возьмём стакан Оберните дно стакана ниткой один раз Так, чтобы конец нитки совпал с началом в одной и той же точке окружности Оставшуюся часть нитки отрежьте Выпрямите эту нитку по линейке И измерьте её длину Это и будет длина окружности Длину окружности обозначим латинской буквой С Запишем свои измерения Измерьте диаметр дна стакана Обозначить его буквой Д Запишите, чему равен диаметр Вычислите отношение длины к диаметру С точностью до сотых Итак, мы получили число, приближённое равное 3,14 Это число называется числом Пи Число Пи – обозначение отношения длины окружности к её диаметру Многие учёные математики пытались доказать, что это отношение есть число постоянное Независящее от размеров окружности Впервые это удалось сделать древнегреческому математику Архимеду Он нашёл довольно точное значение этого отношения Он доказал, что число Пи равно 22 седьмых Это приблизительно 3,14 Число принято называть в математике 22 седьмых пифагоровым числом Как считают специалисты, число Пи было открыто вавилонскими магами Оно использовалось при строительстве знаменитой вавилонской башни Однако недостаточно точное вычисление значения Пи привело к краху всего проекта В 1987 году физик Сан-Франциско Ларри Шоу обратил внимание на то, что в американском написании Дата 14 марта выглядит как 3,14 Это и объясняет, почему в этот день отмечается данный праздник Среди математиков есть поверье, что наивысшая точка развития дня числа Пи Наступает в 1 час 59 минут и 26 секунд Тогда дата и время наиболее полностью совпадают с самим числом Пи За недолгую историю у праздника появились свои традиции Любители числа Пи пекут пироги с изображением этой греческой буквы Или первых цифр самого числа Собираются с друзьями и решают математические головоломки и загадки Водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом При этом они утверждают, что все общее празднование дня числа Пи Поможет увлечь школьников изучению математики Таким образом, учитывая, что отношение длины окружности к диаметру равно числу Пи Мы можем записать формулу длины окружности С равняется Пи умноженное на Д Или зная, что диаметр равен двум радиусам С равняется 2Пи Р Продолжаем знакомство с геометрическими фигурами Следующая фигура – круг Часть плоскости, которая находится внутри окружности Вместе с данной окружностью, называется кругом Определение Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью Отрезок, соединяющий любые две точки окружности Ограничивающий данный круг, называется хордой Хорда максимальной длины проходит через центр окружности И называется диаметром круга Аналогично тому же, как и у окружности Диаметр обозначается буквой Д Диаметр состоит из двух радиусов Значит, длина диаметра в два раза больше длины радиуса Выполняется следующее соотношение Д равняется двум радиусам А теперь мы с вами отправимся в Древнюю Финикию Я расскажу вам миф о принцессе Дидоне В римской мифологии существует легенда о финикийской царевне Дидоне Согласно этой легенде, Дидона была дочерью царя Тира И женой жреца Геракла После того, как брат Дидоны, Пигмалион, убил ее мужа, позарившись на его богатство Дидона была вынуждена бежать Захватив с собой часть сокровищ мужа, она в сопровождении многочисленных спутников отправилась на запад, вдоль берегов Средиземного моря Ей приглянулось одно место на побережье нынешнего Тунисского залива Дидона провела переговоры с царем Ярбом о продаже земли По условию она могла взять столько земли, сколько можно окружить бычьей шкуры Сделка состоялась Царевна блестяще справилась с этой задачей, которую в ее честь с тех пор стали называть задачи Дидоны Как вы думаете, как она это сделала? Дидона разрезала эту шкуру на тонкие ремни, связав их воедино и окружила изрядный кусок земли Вообще-то эта задача математическая Она формулируется так Какую наибольшую площадь можно окружить веревкой заданной длины? Давайте с вами проведем небольшой эксперимент Возьмем веревку и свяжем ее в кольцо Положив полученное кольцо на плоскость, сделаем из него разные геометрические фигуры Ну, например, квадрат, прямоугольник, окружность и круг Измерим площадь этих фигур Заметим, что наибольшая среди полученных таким образом площадей у круга А как же вычислить площадь круга? Чтобы найти нужную формулу, удобно разрезать круг на секторы Как торт на дольке Давайте возьмем круг радиуса R Разрежем его на несколько равных секторов А теперь из этих секторов составим другую фигуру Боковые стороны фигуры можно сделать вертикальными Для этого нужно разрезать пополам крайний, например, левый сектор И представьте одну половинку с другой стороны Площадь новой фигуры такая же, как и у круга А сама фигура похожа на прямоугольник Если мы будем разрезать круг на еще более мелкие секторы То новая фигура будет еще более походить на прямоугольник А как вычислять площадь прямоугольника? Перемножить длины сторон Вертикальные стороны это радиусы Значит их длины равны R А горизонтальные стороны, верхняя Равна половине длины окружности Если длина окружности равна 2 умноженное на π умноженное на R Значит горизонтальные стороны нашего прямоугольника Имеют длину С деленную на 2 Равняется π умноженное на R Теперь уже можно вычислить его площадь Она равна R умноженное на π умноженное на R То есть π умноженное на R в квадрате Но у круга площадь такая же Потому что эту фигуру мы получили разрезая круг Эти формулы находят применение не только для чисто математических вычислений Но и применяется при решении практических задач Итак, закрепим понятие Связанное с окружностью и кругом В виде небольшого блиц-опроса Я задаю вопрос А вы постарайтесь самостоятельно ответить на него Линия на плоскости Каждая точка которой расположена на одинаковом расстоянии от центра Называется окружностью Часть плоскости Ограниченная окружностью Называется Кругом Хорда, проходящая через центр окружности Называется Диаметром Отрезок Соединяющий две любые точки окружности Называется Хордой Диаметр Больше радиуса В Два раза А теперь давайте отдохнем И немножко расслабимся Изображение С волшебными кругами Люди используют В медицинских целях Когда на них смотришь Кажется, что они двигаются Если смотреть на них Несколько минут То проходит Головная боль Поставьте на паузу И посмотрите Несколько минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Решим несколько задач Практического содержания Задача номер 1 Диаметр CD диска равен 12 см Найдите длину окружности диска Для решения этой задачи Сначала запишем формулу С равняется Пи умноженное на Д Подставим значение в формулу 3,14 умножим на 12 Вычислим Получили 37,68 см Рассмотрим следующую задачу Задача номер 2 Колесо на расстоянии 380 метров Сделала 150 оборотов Найдите диаметр колеса Результат округлите до сотых метра Если колесо сделало 150 оборотов за 380 метров То на один оборот приходится 380 метров разделить на 150 оборотов Поставьте на паузу и посчитайте сами Таким образом мы получили длину окружности колеса А теперь, чтобы найти диаметр Нужно С разделить на Пи Округлили Получили 0,81 метра Задача номер 3 Нахождение площади круга Цирк и циркуль это слова родственники Ведь оба слова происходят от латинского Circus Что означает круг Цирковая арена имеет форму круга Ее диаметр равен 13,5 метра Какова ее площадь? Ответ округлите до сотых Первое Запишем формулу нахождения площади круга С равняется Пи умноженное на Р в квадрате Мы знаем, что диаметр равен двум радиусам Найдем радиус арены Тринадцать целых пять десятых Разделим на два Получим Шесть целых семьдесят пять сотых метра Подставим формулу Тринадцать целых четырнадцать сотых Умножим на шесть целых семьдесят пять сотых В квадрате Округлим До сотых И получим Сто сорок три целых семь сотых Метров в квадрате Решим задачу номер четыре Решим задачу номер четыре Бабушка раскатала тесто в виде квадрата Со стороной тридцать сантиметров И стаканом вырезала девять кругов Диаметром восемь сантиметров Какова площадь обрезков? Найдем площадь квадрата По формуле С равняется А в квадрате Подставим значение в формулу Площадь квадрата равна Тридцать в квадрате Получим девятьсот сантиметров Квадратных Второе Найдем Чему равен радиус одного круга По формуле Р равняется Д деленное на два Подставляем значение в формулу Получаем восемь разделить на два Четыре сантиметра Найдем площадь одного круга По формуле С равняется Пи умножить на р в квадрате Подставим значение Три целых четырнадцать сотых Умножить на четыре в квадрате Получаем Пятьдесят целых Двадцать четыре сотых Сантиметров Квадратных Зная, что их было девять Найдем площадь Девяти кругов Подставили формулу Площадь девяти кругов равна Четыреста пятьдесят две целые Шестнадцать сотых Сантиметров Квадратных Найдем площадь Обрезков Девятьсот минус Четыреста пятьдесят две целые Шестнадцать сотых Получим Четыреста сорок семь целых Восемьдесят четыре сотых Сантиметров Квадратных Ответ А теперь Задача для самостоятельного решения Попробуйте сами На мишени имеется Четыре окружности С общим центром Радиусы которых равны Один дециметр Два дециметра Три дециметра И четыре дециметра Найдите площадь Наименьшего круга А также площадь Каждого из трех колец Мишени Мишени Субтитры создавал DimaTorzok 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 В заключении хочу сказать Круг в жизни человека Имеет очень важную роль И без использования круглых предметов Обойтись невозможно Окружность и круг Удивительно гармоничные, совершенные, простые фигуры А окружность единственная замкнутая кривая Которая может скользить сама по себе Вращаясь вокруг центра Поэтому колеса делают круглыми, а не квадратными или треугольными Круг это колесо Колесо это прогресс движения вперед Если остановится колесо, то остановится колесо истории Остановятся все виды транспорта Остановятся все часы и все механизмы, фабрики и заводы Круг символ цикличности, повторяемости Все движется по кругу Отсюда знаменитая фраза Ходим по замкнутому кругу Сегодня мы вспомнили Определение окружности и круга Узнали, по каким формулам Можно найти длину окружности и площадь круга Научились применять эти формулы При решении задач Надеюсь, приобретенные знания Помогут не только на уроках математики Продолжение следует...